Ни одно государство в мире не может обойтись без сил, обеспечивающих правопорядок и законность в стране. В России в настоящее время одной из таких сил являются войска Национальной Гвардии Российской Федерации. 27 марта военнослужащий Национальный Гвардии отмечает свой профессиональный праздник. Об итогах служебно-боевой деятельности, а также задачах, стоящих перед Росгвардейцами Карачао-Черкесии, мы попросили рассказать заместителю начальника управления Росгвардии по Карачао-Черкесии Виталия Павелийцу. Виталий Александрович, 27 марта войска Национальной Гвардии Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник. Туда входит и Росгвардия Карачао-Черкесии. Давайте напомним немножко историю, как это произошло. Войска Национальной Гвардии берут свое далекое образование. 213 лет назад, это в 1811 году, императором Александром I был подписан указ о создании внутренней стражи, которая впоследствии, пройдя тот период более 200 лет становления, преобразовалась на сегодняшний день в войска Национальной Гвардии Росгвардия. Необходимость в те далекие времена была о создании внутренней стражи, потому что государство росло, были волнения внутри страны, ну и, конечно, необходимо было охранять рубежи нашей империи. Соответственно, в каждых губерниях появились в 1811 году внутренние стражи. Подчинялись они губернатору. Наши войска прошли очень длинный путь от внутренней стражи, войск ВЧК, ОГПУ, внутренних войск Министерства внутренних дел Советского Союза, потом, впоследствии, после развала Советского Союза, стали внутренние войска Российской Федерации. Но было в 2016 году президентом Российской Федерации принято решение о создании Росгвардии, о создании войск правопорядка, которые предназначались для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации. Виталий Александрович, а какие задачи сегодня выполняет подразделение Росгвардии Карачево-Черкесии? У нас их не так много, но я считаю, что они очень ответственны. Девять задач, и все эти задачи мы выполняем. Но основные-то какие-то? Это, конечно, участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в регионах, в субъектах Российской Федерации. Также охрана важных государственных объектов, спецгрузов, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Я считаю, что это одна из главных задач. А также участие в территориальной обороне Российской Федерации одна из задач. Участие в охране особо важных и государственных объектов. Обеспечение по решению президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц в субъектах Российской Федерации. Ну, а также возлагаются и другие задачи по решению президента, которые будет необходимо выполнять. Росгвардия всегда готова встать и выполнить любую поставленную задачу президента Российской Федерации. Скажите, а какие новые задачи сегодня ставятся перед росгвардейцами, учитывая то, что идет спецоперация и осложнившуюся международную обстановку? Мир не стоит на месте, постоянно развивается. Боевые действия специальной операции показали, что сейчас боевые действия стали высокотехнологичными. Ну и, соответственно, конечно, большое идет применение беспилотно-летательных аппаратов. Также мы помним, как в прошлом году волнения были частные военные компании ЧВК «Вагнер». И, конечно, наше руководство принимает меры. У нас на сегодняшний день создаются подразделения беспилотно-летательных аппаратов, а также танковые подразделения и противотанковые. И каковы результаты этой работы? Какими достижениями могут похвалиться росгвардейцы Карачао-Черкесии за прошедший год? На сегодняшний день все стоящие задачи перед управлением росгвардии по Карачао-Черкесской республике выполняются. Личный состав у нас уже не первый день, не единожды побывал в зоне специальной военной операции. Все задачи, которые ставились за эти два с половиной года, выполнены. Срывов никаких не было допущено. У нас многие военнослужащие и сотрудники награждены государственными наградами, высшими государственными наградами от президента Российской Федерации. Более 50 военнослужащих сотрудников награждены государственными наградами. Скажите, Виталий Александрович, раз уж настолько успешно решают все задачи, поставленные Росгвардии, а как-то они участвуют в воспитании молодежи в патриотической направленности? Ведь мы знаем, какая непростая ситуация в мире, как против нашей страны постоянно вбрасывают фейки, стараются нашу молодежь научить не любиться Россию. Участвуют ли подразделения, специалисты Росгвардии, военнослужащие в патриотическом воспитании молодежи Карачаева-Черкесии? Да, конечно. У нас большая проводится военно-патриотическая работа с местной молодежью. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях республики. Ну и, конечно, должны отдать ветеранам Росгвардии, которые принимают активное участие в воспитании молодежи республики, и, конечно, действующим сотрудникам Росгвардии. Систематически они приглашаются в школы, в техникумы. Все праздники, памятные даты Российской Федерации мы стараемся все это дело и сами организовывать, и принимать участие по приглашению. Поэтому создаем на сегодняшний день гвардейскую смену в школах. Это классы Росгвардии, гвардейской смены. Можно отдать должное активным действиям нашим сотрудникам. Это как и сотрудники ОМОН, СОБРа в неведомственной охране. В неведомственной охране активно принимают участие в воспитании сегодняшней молодежи. Приглашают к себе, в свои подразделения, показывают технику, виды вооружения, беспилотно-летательные аппараты. Те средства, которые используются при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а так при участии в районах специальной военной операции. Мы часто видим на экранах телевизоров ролики, которые предлагают прийти служить по контракту Росгвардию. Скажите, а какие требования предъявляются к кандидатам? Ну, конечно, военнослужащий сотрудник Росгвардии должен быть внутренне мотивированным. Физическая подготовка является немаловажным фактором. Ну и, конечно, IQ человека тоже должен быть в наших сегодняшних условиях высоким. Потому что необходимо быстро принимать решения, быть готовым правильно выполнить поставленную задачу с учетом законодательства Российской Федерации. Не быть, скажем так, преступником, а в правовом поле выполнить поставленную задачу. Поэтому, ну, это самые главные критерии. Ну, а первое, это, конечно, желание и стремление на каком-то этапе, скажем так, не сломаться гражданину, а наоборот, столкнуться с трудностями, их необходимо преодолеть, воспитать себе еще какие-то черты характера. И я считаю, что любой гражданин, если он не преступник, если у него хорошее прошлое, мы всех призываем, мы приглашаем к себе на службу. У нас постоянно текучка кадров, люди растут, люди не стоят на месте. Поэтому, кто хочет дослужиться до генерала, грубо говоря, скажем, пожалуйста, милости просим. Но главное, строго, четко быть исполнительным и выполнять все поставленные служебные боевые задачи. Раз уж мы заговорили про достижения, скажите, а какое вооружение сегодня находится в войсках Росгвардии? Насколько они обеспечены современным вооружением и техникой? Постоянно технологии, скажем так, меняются. Война стала, действия стали высокотехнологичными. Конечно, мы, я считаю, войска Росгвардии не отстают. Постоянно пытаются идти в ногу со временем. На сегодняшний день мы обеспечены всеми средствами на 100%. Но, тем не менее, что-то устаревает, и нам систематически что-то разрабатывается. Новые разработки, новые поступления нам постоянно... Постоянно мы получаем и изучаем эту всю технику, и применяем в наших действиях. Скажите, Виталий Александрович, а насколько сегодня решаются вопросы социальной защиты Росгвардейцев? На сегодняшний день руководство Росгвардии, все те обязательства, которые приняты федеральным законодательством Российской Федерации, все выполняются на 100%. Нет никаких задержек, нет никаких упущений. Поэтому, если человек признан каким-то социальным гарантием, все эти выплаты, меры социальной поддержки, они выполняются на 100%. В войсках нет, остро не стоит ни один вопрос. Все вопросы, которые необходимы для военнослужащих и сотрудников, они решаются планомерно. И чтобы не было нерешенных каких-то социальных вопросов, я даже сейчас не припомню. Все выполняется. Все травмы, ранения, участие в СВО, все те обязательства, которые государство взяло на себя, Росгвардия их выполняет на 100%. И последний вопрос. В преддверии профессионального праздника, что бы вы пожелали своим сотрудникам, сотрудникам Росгвардии Карачаево-Черкесии? Хочу, конечно, пожелать, главное, это здоровья, семейного счастья и благополучия. Это те вещи, на которых жиждется сегодняшнее благополучие Росгвардейца, военнослужащих сотрудников. Ну и, конечно, хотелось бы мира в дом, спокойствия. Наша задача, конечно, этот мир создавать для наших граждан. И хотелось бы пожелать, чтобы они с этими задачами всеми справились, выполнили.